Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, кто вместе с нами продолжает изучение Священного Писания. Мы с вами рассматриваем новозаветную надежду на вечную жизнь, надежду на воскресенье. И сегодняшняя тема называется «Встреча в вечности». Основной текст, первое послание Коринфянам, 15 глава, с 51 по 55 стихи. Давайте прочитаем. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твоя жала? Ад, где твоя победа?» Замечательный текст и концовка очень интересная. Придет то время, когда мы будем насмехаться над смертью. «Эй, смерть, где твоя жала?» «Эй, ад, где твоя победа?» Ну что, похвалился сатана своей властью, с помощью смерти он пытался нас запугать, но Иисус одержал такую великую победу, что он освободил нас от этого страха. Мы больше не боимся смерти. Смерть для нас это не катастрофа, смерть для нас это не конец всего. Смерть это всего лишь передышка перед вторым пришествием Христа. Ад, могила это всего лишь то место, где мы немножко успокоимся до второго пришествия, и дальше будем с Господом вечно. Но здесь интересный момент такой, что апостол Павел говорит о некой тайне. Говорю вам тайну. И вы знаете, что в протестантизме, вообще в христианстве, в современном, довольно распространена идея о некоем тайном восхищении, о тайном вознесении. И это такая очень популярная идея, особенно на Западе. И есть даже художественные фильмы, снятые на эту тему, где по сюжету есть верующие, есть неверующие, и в какой-то момент вдруг верующие исчезают. Вот если это христианин был пилотом самолета, то он вдруг исчезает, и самолет оказывается без пилота, и он падает, и разбивается. Если это автомобиль, и водитель был христианином, а его пассажиры были неверующими, то водитель вдруг исчезает, и происходит тоже автокатастрофа. Ну и так далее. То есть такие художественно оформленные сюжеты на тему того, что наступит тот момент, когда Господь внезапно, тайно, без предупреждения возьмет и заберет своих к себе. И они просто исчезнут с этой земли. А неверующие будут переглядываться и не понимать, что происходит. И что это произойдет за 7 лет до второго пришествия Христа. Откуда эти 7 лет? А это последняя седмица или седмина из 77, о которых говорится в 9 главе книги пророка Даниила. Это отдельная тема большая. Мы понимаем, что 77 уже давно закончились. Но есть такое толкование, что именно 70-е седмина, она отрывается от 69, и 70-е седмина относится к самому концу, перед вторым пришествием Христа. Ну, такое вот странное объяснение. Тем не менее, откуда эта идея еще взята? На каких библейских текстах она базируется? Есть один такой интересный текст, высказывание Христа. Он говорит, что перед вторым пришествием, что будет происходить? Что двое будут работать на поле, один берется, один оставляется. Две мелющие на жерновах, одна берется, другая оставляется. То есть мужчины, работающие на поле, вот так вот, да, один берется. Двое лежат на постели, один берется, а другая оставляется. И на этом основании делается вывод, что, ну вот, будет такой момент, когда раз, и кого-то не станет, а кто-то останется. И те, кто останутся, будут недоумевать, что произошло. Но на самом-то деле смысл этих слов Христа другой. Иисус говорит о том, что придет то время, когда мир четко поделится на верующих и неверующих, и участь у них будет разная. Но Иисус ни в коем, ни в коем образом здесь не предсказывает то, что в какой-то момент, определенный момент времени, вдруг кого-то не станет на этой земле. Мы понимаем, что все священное писание говорит о втором пришествии Христа, и что верующие будут взяты на небо именно при втором пришествии Христа. Вспомните, вчера мы разбирали, рассматривали этот текст первого послания фессалоникийцам, 4 глава, 13 стиха, где здесь четко об этом тоже говорится. Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним, ибо сие говорим вам словом Господнем, что мы, живущиеся, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И тогда мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, навстречу Господу на воздухе. То есть, взятие верующих с земли произойдет при втором пришествии Христа, а не за семь лет до того. Есть и много других текстов, которые говорят об этом, когда Иисус говорит, что «Се грядет Сын человеческий, со тьмами святых ангелов, и пошлет ангелов своих собрать всех верующих от края небес до края их». Поэтому и в этом тексте, который мы читаем сегодня, 15 глава 1 Коринфянам, здесь тоже говорится, что произойдет при втором пришествии Христа. Мертвые воскреснут, а живые праведники изменятся, преобразятся. Итак, вот эту истину Иисус хотел объяснить своим ученикам, и апостолы правильно все поняли, апостол Павел правильно все понял, и Коринфянам, и Фессалоникийцам он объясняет эту удивительную истину. Второе пришествие Христа приведет к самой удивительной встрече в истории, когда живущие праведники изменятся во мгновение ока. И здесь обратите внимание на одну деталь, на одну деталь. Что интересно, как вы думаете, апостол Павел верил, что он при своей жизни встретит Христа, или что ему предстоит умереть и воскреснуть? Как вы думаете, ожидал ли он прихода Христа в своем поколении? Ожидал ли он при жизни увидеть пришествие Иисуса? Вот когда мы читаем сегодняшний текст, то мы видим эту интересную деталь. Говорю вам тайну, еще раз прочитаем. Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут дни тленными, а мы изменимся. Кому причисляет себя апостол Павел? К тем, которые воскреснут, или к тем, которые живыми будут встречать Иисуса? Мы видим, что он надеялся встретить Христа при жизни. Пришествие Христа увидеть при жизни. И также, если мы вспомним еще раз вчерашний текст, то давайте мы прочитаем его. 1 Фессалоникийцам 4 глава. Значит, вот 15 стих. Ибо сие говори вам словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не опередим умерших. То есть, он себя причислял к тем живым, которые остались до пришествия Господня. Вот таково было ожидание апостола Павла. То есть, некоторых пророчеств книги Даниила, конечно, тогда еще он не понимал, потому что они не были открыты. Не удивляйтесь, пожалуйста, почему-то некоторые думают, что апостолы понимали Священное Писание лучше всех. И даже пророчества, пророчества Даниила, книги Откровения, они понимали лучше даже, чем мы сегодня, чем наши современные богословы. Почему? Не надо так думать. Дело в том, что Откровение Божие, оно прогрессивно, оно открывается со временем. И даже сами писатели, даже сам Даниил не понимал все, что он писал. Даже сам Иоанн не понимал все, что он писал в книге Откровения. А уж тем более апостол Павел, тогда еще не было книги Откровения. Поэтому и книга Даниила не была до конца открыта. И поэтому апостол Павел надеялся, рассчитывал, что при его жизни придет Христос. Хотя при этом он понимал, что это может произойти и по-другому. И сегодня, спустя столько веков, можно подумать, если Павел ожидал и не предполагал, что будет 2000 лет еще истории, может быть мы тоже сегодня ожидаем и не предполагаем, а вдруг будет еще 2000 лет. Но на самом деле, если мы посмотрим на то, что происходит сегодня, мы можем увидеть удивительное ускорение всего. Все ускоряется. Буквально вчера вышло сообщение о том, что родился 8-миллиардный житель Земли. У нас официально на планете со вчерашнего дня 8 миллиардов жителей. И 7 миллиардов было буквально когда? Лет 15, по-моему, назад. То есть, 8-й миллиард набрался очень быстро. 9-й миллиард наберется еще быстрее. 10-й еще быстрее. И вот это ускорение, это один из аспектов ускорения. Мы видим, как технологии ускоряются, как средства передвижения ускоряются, средства передачи информации, медицина, вообще наука. И мы видим, что и угрозы также ускоряются и увеличиваются в мире. Оружие приобретает все более и более массовый характер. И средства уничтожения человечества уже достигли такого размаха, что человечество уже сегодня находится на грани самоуничтожения. Поэтому и ресурсы, да, земные ресурсы тоже исчерпываются. И природа протестует, и глобальное потепление, и все остальное. И мы понимаем, что в таком темпе, причем ускоряющемся таком темпе, по геометрической прогрессии, Земля не может долго существовать. Поэтому мы понимаем, что еще 2000 лет точно нет. Мы не знаем, сколько еще впереди, но не может быть еще 2000 лет. Ну никак. Потому что мы понимаем, со времен апостола Павла где-то веков 17-18 почти ничего не менялось. А вот за последние 200 лет изменилось очень много. И мы понимаем, что за следующие 100 лет изменится настолько колоссально все, что большой вопрос, сможем ли мы пережить эти 100 лет следующие. Поэтому, друзья, нам нужно понимать, что пришествие Иисуса к нам гораздо ближе, чем ощущал это апостол Павел. И нам сегодня есть, у нас сегодня есть все основания рассчитывать на то, что Иисус придет очень скоро. И это здорово, это замечательно, потому что для нас, верующих в Иисуса, в этом радостная весть. Пусть Господь поможет нам жить этой надеждой и понимать, что рядом с нами очень много людей, которые еще этой надежды не имеют. И представьте себе, если вы сможете сделать такой великий подарок вашему знакомому, другу, родственнику, сделайте такой подарок. Откройте Ему путь в жизнь вечную. Откройте Ему путь к взаимоотношениям с Богом. Молитесь об этом, думайте об этом. Пусть Господь благословит вас быть светом для кого-то и открыть кому-то еще надежду на вечность, на бессмертие через воскресение во Иисусе Христе. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за эти великие чудные обетования, обещания вечной жизни. Господь, мы осознаем, что настанет тот день, когда Иисус придет и веровавшие в Него, живыми встречающие Его, преобразятся, изменятся и обретут славное тело, подобное телу Христову. И те, кто умерли в вере в Иисуса, также воскреснут. Это будет великая встреча верующих людей всех времен, всех народов, которые будут собраны к Иисусу и вместе смогут прославить имя того, кто отдал ради них свою жизнь. Господи, благослови, чтобы как можно больше людей могли принять участие в этом великом событии, войти в Твое Царство. Господь, благослови нас, чтобы мы могли подобно Иисусу искать и находить души для Царства Твоего. Благослови. Просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, дорогие друзья, что вместе с нами изучаете эти великие, интересные темы, замечательные тексты. И хотелось бы, знаете, спросить вас, если можно, напишите в комментарии. Наша тема сегодняшняя называется «Встреча в вечности». А кого вы особенно-особенно хотите встретить в вечности? Напишите, будет интересно. Пусть Господь благословит вас. До завтра.